Время свободы СМИ и теперь уничтожают подконтрольное. Почему фонд, рекламировавший российскую культуру за рубежом, стал нежелательным? Обезьянение ОСПА распространяется все шире. Одного поцелуя условно достаточно для передачи или надо долго целоваться за заболевшим? ООН собирается провести независимое расследование гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке на территории так называемой ДНР. О проведении такого расследования просили и Россия, и Украина. В то же время американская разведка утверждает, что до приезда миссии Россия постарается сфабриковать доказательства удара по колонии с украинской стороны. В ночь на 29 июля в бараке колонии в Еленовке погибли десятки украинских военнопленных. Россия заявила, что удар был нанесен украинской ракетной системой. В Украине в организации взрыва обвинили Россию. Сможет ли Международная комиссия разобраться в обстоятельствах гибели пленных? Об этом корреспондент Настоящего Времени Игорь Северюгин поговорил с главой правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директором Харьковской правозащитной группы Евгением Захаровым. Не поздно ли сейчас направлять международную миссию в Еленовку? Какие доказательства они там могут найти? Вы знаете, на мой взгляд, мы живем в таком мире, когда правду в таких историях скрыть невозможно. Потому что то, что произошло, было наверняка зафиксировано и из космоса, и разными исследовательскими командами, которые за этим следят и наблюдают. И уже опубликовано очень много информации об этом трагическом событии, которые, собственно, уже наводят нам мысль на то, что это было. Это пока не на уровне доказательств, юридических доказательств. Но я полагаю, что их можно будет найти, если только иметь для этого политическую волю и желание. А на ваш взгляд, что произошло? Можно ли уже сейчас, с юридической точки зрения, дать этому какую-то правовую оценку? На мой взгляд, произошло умышленное убийство людей посредством взрыва внутри того помещения, куда их за два дня до этого поместили. Внутреннего взрыва, который был подготовлен заблаговременно. В результате чего погибло, ну, по разным оценкам, от 48 до 53 человек еще какое-то количество людей было ранено. Но те данные, о которых уже говорят, которые уже опубликованы, все сводится к тому, что это не был ракетный удар, а что это был именно подготовленный взрыв внутри этого брака. Вот та версия, которая, я полагаю, есть правдивой. Но для того, чтобы утверждать, что именно так все и происходило, нужно это доказать. Пока этого не произошло, но я надеюсь, что такие доказательства можно будет найти. При помощи, при помощи, очевидно, западных делегаций, как, например, от ООН или Красного Креста. Вообще не поздно ли сейчас отправлять миссию в Еленовку, если учесть, например, сообщение агентства Associated Press, которое ссылается на источники в разведке, что Россия пытается спабриковать сейчас доказательства? Видите ли, когда доказательства фабрикуют, то следы фабрикации, как правило, видны, и опытные люди их находят. Иначе не бывает. Я тут больше уповаю на то, что уже было сделано до того. Уже очень многие детали зафиксированы еще до приезда этих миссий. О том, что яма от взрыва не такая, как при ракетном ударе, и о том, что кровати выглядят не так, как должны были выглядеть при ракетном ударе. А на ваш взгляд, какие, в первую очередь, доказательства и данные могут собрать международные эксперты если они действительно попадут в Еленовку? Я думаю, что должны быть приведены экспертизы, по результатам которых будет доказано, что вот это был именно внутренний взрыв взрывного устройства. И разберут, какого именно и так далее, определят, а не ракетный удар. Если экспертиза такое скажет, и эта экспертиза будет достаточно солидной, то я думаю, что для суда этого будет достаточно. Другой вопрос в том, кто же все-таки заложил эту взрывчатку, кто это готовил и так далее. А какой круг виновных, как вам кажется, там может быть? Ну, есть непосредственные виновные, которые это сделали, подложили эту бомбу и пустили ее в действие. Это взрывное устройство. Есть люди, которым дали приказ. То есть, это, по-видимому, на уровне начальства этой колонии, номер 120, бывшей Волновашской. Сейчас, когда она называется, я не знаю точно. Ну, и, по-видимому, те люди, которые дали приказ руководителю этого учреждения, чтобы это сделать. Вот. Эту цепочку нужно установить и я надеюсь, что расследование выполнит эту работу. С правозащитником Евгением Захаровым говорил Игорь Севрюгин. Власти Московской области решили закрыть сразу же 57 муниципальных газет. Без работы останутся 800 человек. Полтора десятка лет назад муниципальные здания Химок выступали против административного решения о вырубке Химкинского леса. Главный редактор одного из них, Михаил Бекетов, стал инвалидом после жестокого избиения. С тех пор финансируемые из бюджета небольшие СМИ все реже решаются на фронту. Но даже та небольшая самостоятельность, которую они сохраняли, стала не нужна российской пропагандистской машине. Моя коллега Любовь Тяжова поговорила с председателем профсоюза «Журналистская солидарность» Игорем Миковенко о пустынном российском медиаландшафте и об условиях, при которых в России снова станет возможной независимая журналистика. Дело в том, что речь идет, конечно, о попытке присвоить те деньги, которые выделяются. Потому что достаточно большое количество. Сама по себе структура, которая сегодня существует в российских медиа на муниципальном уровне, это в целом по России порядка четырех тысяч районных и городских газет, так называемых. Это то, что было в самом начале советской власти создано как такая вот пирамида, где наверху газета «Правда», а внизу, так сказать, маленькие «Правды», такие на районном городском, ну и дальше наверх краевом, областном, республиканском уровне. Все они являлись придатками местных партийных органов. Вот сейчас действительно происходит такая реформа, когда становятся не нужны эти многочисленные газеты, их пытаются заменить, а деньги, в общем, сконцентрировать, так сказать, частично растаскав по карманам, ну и, в общем, так сказать, оптимизировать этот процесс, заменив все эти газеты несколькими людьми, которые будут писать одно и то же примерно по всем районам, и, соответственно, сконцентрировав эти средства на уровне областном, региональном. То есть, это экономическая история и это политическая история в том смысле, что, ну, так легче управлять. То есть, на самом деле, это будут одни и те же стандартные тексты, такие, дэцзэбао, как вот при Мао Цзэду не писались, такие короткие листовки, которые будут одинакового содержания, здесь, что называется, никакой лирики, никакой отсебятины, ну и, в общем, такая вот, что называется, конвейерное производство пропаганды. Я думаю, что это оптимизация такая вот этой машины, конвейера пропагандистского, конвейера информационной войны, аналогична. То есть, это, на самом деле, такое выстраивание машины, механический уже совершенно подход, где такое вот творчество по производству ненависти, оно остается на уровне телевизора, там есть действительно, так сказать, такие вот творцы изощренного производства ненависти, такие как Соловьев, там, Киселев и так далее. Здесь вот остается этот элемент авторский, авторский, а вниз спускаются уже просто механические такие штамповки. Ну, как таковых, независимых СМИ в России больше нет. Их на протяжении всего путинского режима была постоянная зачистка независимых СМИ. Вообще, всего этого поля началось это практически в момент прихода Путина в кресло президента. Первое его решение это было уничтожение НТВ. И это был тот момент, когда, в общем, сломали хребет негосударственным СМИ. И после этого началась тотальная зачистка. И на протяжении вот этих вот 22 лет она шла, и, в общем, вторжение в Украину, оно положило конец. На самом деле, сегодня уже в России не осталось независимых средств массовой информации, негосударственных. Они все либо аффилированы с государством, либо напрямую государственные. То есть, на самом деле, их нет. Все, что осталось, это какое-то количество блогов, это YouTube-каналы. Это все, что может на русском языке для российской аудитории сообщать какую-то независимую негосударственную информацию. Все остальное тотально огосударственное. СМИ превратились исключительно в пропаганду, если речь идти о официальных зарегистрированных СМИ. Это означает, что действительно общество находится под значительной степенью, под властью этой пропаганды. С другой стороны, постепенно они теряют доверие, теряют авторитет, и все большее количество людей либо становятся просто невосприимчивы, вообще перестают интересоваться какой-то общественно значимой информацией, либо теряют интерес к государственным пропагандистским СМИ и начинают искать альтернативные источники информации. Пока этот процесс не, так сказать, дошел до какой-то точки значимой, то есть, на самом деле, все-таки значительное количество людей по-прежнему пользуются вот этой официальной информацией, официальной пропагандой, находятся под ее воздействием, и главным образом поэтому все-таки такая значительная поддержка вот этой вот агрессивной фашистской войны. Ну, а с другой стороны, в общем-то, развиваются и независимые источники информации появляются, то есть, те средства массовой информации, которые выдавливаются из медийного поля, так сказать, из поля официальных СМИ, такие как «Дождь», такие как «Эфо Москвы», как «Новая газета», это они создают альтернативные источники информации в интернете, и это происходит на наших глазах. В самом начале я вам задала вопрос, вы сказали, что вы, как многие журналисты российские, были вынуждены покинуть страну. Допустим, война закончится этой осенью. Изменит ли это что-то в положении российских СМИ? Смогут ли они вернуться в Россию и к своей российской аудитории? Или российская власть сделает все возможное, чтобы этого не случилось? Как вам кажется? Во-первых, у меня есть очень большое сомнение, что война в этой осени закончится. Очень большое сомнение. Эта война достаточно долгая. Все будет зависеть от того, о чем, собственно говоря, закончится эта война. Мы должны все-таки исходить из каких-то реалий. Версия о том, что Путину удастся довести до конца свой план и полностью уничтожить Украину, мне кажется, малореализуемой. Вероятность этого исхода равна нулю. Вопрос в том, какой характер поражения путинского режима будет носить в завершении войны. То есть, если это будет некоторый статус-кво, то есть, так сказать, отползание Путина на границу до 24 февраля и сохранение путинского режима, то это один вопрос. И в этом случае никакого изменения не произойдет, потому что в стране будет дальнейшее закручивание гаек. То есть, потерпев серьезное поражение в войне, Путин будет сосредоточен на том, чтобы окончательно уничтожить любое инакомыслие. То есть, это будет уже Оруэлл по полной программе. Если же все-таки Путин потерпит серьезное поражение и в результате этого режим начнет разрушаться, ну, здесь, возможно, самые разные сценарии. И здесь возможен в том числе и вариант распада Российской Федерации, то есть, третий завершающий этап распада Российской Империи. В этом случае тут уже надо будет говорить о том, собственно говоря, куда возвращаться. И вариант возвращения и попытки построения, так сказать, в рамках того пространства, которое останется от Российской Федерации, построения здесь какого-то нормального медийного пространства, этот вариант станет актуальным. Поэтому, понимаете, здесь надо говорить о сценариях завершения войны. С Игорем Микавенко говорила Любовь Чижова. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». На этой неделе в список нежелательных в России организацией был внесен фонд «Калверт-22». Этот фонд, основанный в 2009 году в Лондоне экономистом российского происхождения Нонной Матерковой, занимался продвижением российской культуры на Западе. Он тесно сотрудничал с российскими властями, Эрмитажем, Московским университетом, долгие годы спонсировался банком ВТБ, но, несмотря на это, стал для России нежелательным. О деятельности фонда бывший глава его российского представительства Валерий Нечай рассказал зданию «Северреалия». Началось с идеи создания галереи в Лондоне, галереи современного искусства. Идея заключалась в том, чтобы показать, что в России это не Путин, балет, лалайка и матрешки и все такое, а у нас есть большое количество современных художников, а также представителей креативной индустрии. То есть это те, кто пытается свои креативные идеи превратить в проект. Собственно, появился журнал «Калверт Джоннл», который рассказывал о российских регионах, о том, что там происходит. Например, на Дальнем Востоке был парень, который старым методом создавал бабочки. Да, ну вот эти. Не галшники, да, бабочки обычные. И мы рассказывали об этих случаях. Он потом начал получать заказы на «Северре Миша». То есть идея заключалась в том, чтобы показать, что в России другое лицо. Да, что Россия это не Москва и Петербург, грубо говоря, а большое количество регионов, в которых есть умные молодые ребята. Это первая часть. Вторая история. Мы проводили такие конференции в ряде регионов. В Ростове, в Казани. Это вот те, которые я проводил. Когда мы пытались наладить контакт между вот этими городами, с их городами-побративами в Великобританию. И третье. Мы проводили конкурсы, по итогам которых лучших студентов, в частности, свободного факультета искусственных наук, точнее, кучец, искусственных наук в СППКУ отправляли. Мы тоже там на две недели, на месяц, чтобы они своими проектами занимались. Спонсировали магистрскую программу по кураторам, кураторам современного искусства в СППКУ. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Если вдруг думаете, с чем это может быть связано, ну, вот это вот знание и желание. Понятно, что я не знаю это, потому что никто ничего не говорил. Возможно, связано это с тем, что одним из основных партнеров нашей программы на включитель свободных искусственных наук был Барт-колледж. Тот самый, который уже был признан нежелательной организацией некоторое время назад в России. Возможно, эти товарищи с прокуратуры заметили связи, да, что наши студенты ездили в Барт, они же ездили в Лондон и, грубо говоря, решили использовать эту ситуацию. Второе, это то, что понятно, что Алексей Пудрин это не просто попечитель был, да, организация, принимал участие в ее существовании. И его имя напрямую связано с Калбургом. Поэтому принять решение о признании нежелательной этой организации было бы невозможно без полной привязки к Кудрин этой всей истории. Поэтому я думаю, что это удар по нему. Но в России, естественно, не было аналогов такого конкурса, да. Если, может быть, какие-то небольшие проекты подобные были, но то, что вот те регионы, в которых мы были, да, еще раз, Воронеж, Омск, Тюмень и так далее, они на уровне региональных правительств, они хватали за это, за то, чтобы мы там к ним приехали, поговорили, привезли экспертов, обсуждали общие проблемы и так далее. То есть, они были на это готовы, а не хотели. Поэтому, наверное, не было. Ну, во всяком случае, я не слышал. Один из примеров, который я сейчас вспомнил, мы же вообще очень плохо умеем про себя рассказывать за рубежом. Я имею в виду про Россию, про креативную индустрию и так далее. Мы, например, не рассказываем за рубежом, что вот кроме русских есть еще там татарское, твинское, пашкирское и так далее. Мы не умеем это водить, хотя это дико интересная вещь. Мы привезли, сняли небольшой фильм, на самом деле, там, два фильма с рецептами татарской бабушки, которая не говорит по-русски вообще, только по-татарски. Поэтому ее приходилось переводить с татарского на русский, с русского потом еще на английский. И за месяц там были сотни тысяч просмотров этих роликов. Вот про что мы. Не воспринимали русского как человека, который уходит по улице своего города и видит медведевского лайка. Про это. Многих своих знакомых слышал в истории про то, что Россия, зарубежная, что Россия это вот вечный мир злота и все. Мы хотели сделать немножко по-другому. А вот с Британией конкурс был связан только тем, что там галереи и руководство, да? Да, да, да. Это вот основная история. Ну и не просто руководство, да. Все-таки The Calvert Journal была редакция, она была полностью британская. Это были ребята, которые жили в Лондоне и писали из Лондона. Понятно, что о России писали российские контрибьюторы, да, но все равно надо понимать, что нужно уметь понимать то, каким образом донести информацию до англоязычной аудитории. Правда, сейчас вспоминаю, что понятно, что я там пришел в 2014 году, еще до Крыма в январе, но тем не менее. Потом уже стало понятно, что судьба не очень завидная естественно, потому что случился Крым, но мы сразу же потеряли огромный объем аудитории и интереса. Люди поняли, что может быть не время, как бы там что-то делать. А у нас на мероприятии и Calvert Нонна Матеркова как раз она выступила в речи, сказав факт его. Потому что сейчас, сказали, было бы невозможно без того, чтобы не получить какие-то санкции со стороны российского государства. Мы понимали, что в обстановке, когда происходит война на востоке Украины, это, что я говорю про 2014 год, и когда идет определенная информационная волна рассказывать и случился Крым, рассказывать о том, какая хорошая Россия, это впустую. Это все равно, что греть воздух. Calvert закончил издание своего онлайн-журнала в связи с тем, что были введены как раз эти новые законы, запрещающие называть войну войной, белой-белой, черным-черным. С Валерием Нечаем говорило издание Северреали. Обезьянья Оспа, вспышка которой началась в мае, вопреки ожиданиям части экспертов, не сошла на нет, а совсем наоборот. Число выявленных заражений за пределами Африки приближается к 20 тысячам, и это, скорее всего, лишь часть реалии инфицированных. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуации международного масштаба и призывает обеспечить доступ к хранящимся у военных запасам противооспенных вакцин. Ситуация осложняется тем, что мы до сих пор мало знаем даже о том, как именно оспа обезьян передается от человека к человеку. О том, насколько адекватны действия и заявления чиновников о здравоохранении я поговорил с биологом Ириной Якутенко. В мае, когда вот эта вспышка обезьянной оспы вышла за пределы Африки, это казалось скорее такой пугалкой, чем-то не очень серьезным, но сейчас по прошествии примерно трех месяцев все выглядит намного более тревожно, правильно ли я понимаю? Я не очень согласна с первым утверждением, что в мае казалось, что это все не очень серьезно. Ну, кому-то, может быть, казалось, но вообще было достаточно людей, которые говорили, что имеет смысл по этому поводу начать беспокоиться, хотя бы потому, что эта болезнь известна с 70-го года и в Африке все время с этого периода, с 70-го года наблюдался устойчивый рост количества числа новых случаев и поэтому, когда все это перекинулось за пределы Африки, в общем, были все резонны полагать, что и здесь тоже будет наблюдаться быстрый рост количества заболевших, потому что у людей тотально нет иммунитета. Оспе, а передача вот даже таким путем, конечно, это более сложная история, чем респираторная передача, но тем не менее, на примере ВИЧ мы знаем, что вполне себе есть заболевания, передающиеся таким вот сложным путем и тем не менее совершенно успешные в плане заражения людей. А мы уже знаем точно, как передается обезьянья Оспа, потому что говорилось даже, что она может быть может передаваться респираторным образом, передается ли она, например, половым путем через сперму или это просто близкий контакт, что мы про это знаем? Вот это самое интересное во всей этой истории, что несмотря на то, что 50 лет мы уже с обезьянью Оспой знакомы, когда она заражает людей, но знаем очень мало. То есть, несмотря на то, что в Африке много случаев и с каждым годом все больше, толком никто не занимался таким специальным исследованием. То есть, мы знаем, что совершенно точно существует способ через тесный контакт, то есть, когда у человека есть уже папулы, в них содержится жидкость, в которой огромное количество вирусных частиц, соответственно, контакт с этими папулами с высокой вероятностью приводит к заражению, потому что там на коже могут быть ранки, на слизистые, даже если открыть какие-нибудь сайты системы здравоохранения, то это вынесено в отдельные вопросы, что вот нам пора бы выяснить, насколько эффективно может передаваться со слюной, то есть, теоретически мы знаем, что может, но насколько высок склад этого пути может быть, мы не знаем. Ну, то есть, насколько надо много слюны, то есть, там одного поцелуя условно достаточно для передачи или надо долго целоваться за заболевшим? Должны ли у него быть на этот момент симптомы выражены или при бессимптомном течении или слабо симптомном смазанном, возможно, тоже передача? Мы обнаружили, что есть в Перме содержание вирусных частиц, наблюдается вопрос, хватает ли этого для передачи таким путем. На все эти вопросы ответов пока нет. По-прежнему ли можно сказать, что эта болезнь распространяется в основном среди мужчин, которые имеют сексуальные контакты с другими мужчинами? За пределами Африки, да, 98% всех заражений происходит в этой группе. Внутри Африки, я говорю, почему-то на Западе вот принято так считать, что есть то, что у нас происходит, и можно не замечать то, что было 50 лет до этого в Африке. Нет, в Африке нет преимущественного распространения среди группы MSM, то есть men who have sex with men. Поэтому это пока, видимо, является особенностью того способа передачи, который использует этот вирус, поэтому ему легче распространяться в этой группе, потому что некоторые члены этой группы действительно имеют большое количество половых партнеров, анонимных половых партнеров. Это такие идеальные условия для распространения вируса. Но по Африке мы знаем, что нет. И дети, и беременные, ну, вспомнить, что в Африке основная смертность приходится на детей от этого вируса, которые никак дети не входят в группу MSM. А может быть, просто тестирование происходит преимущественно в этой группе на Западе, а другие тоже болеют, но не знают про это? Или болеют легко и не знают про это? Да, конечно, эта ситуация тоже вполне возможна. Если под фонарем искать, то найдешь только то, что лежит под фонарем, но как минимум, если бы это было бы очень широкое распространение уже вне группы MSM на Западе, то мы бы видели просто людей, которые приходят к врачу со странными симптомами, да, там, женщины или дети. Пока вот такого массово не наблюдается. Да, конечно, это зря, что мы не тестируем вне этой группы, потому что кого-то мы пропускаем, но, видимо, пока действительно массового распространения вируса вне этой группы не происходит. Ключевое тут слово пока, потому что вполне он может выйти и распространиться. Но действительно, среди MSM очевидно распространение более быстрое, чем среди любых других групп в силу их поведения, ну, не их, точнее, поведение, а поведение некоторых членов этой группы. Потому что, конечно, когда замс секс-вечеринка и один человек, скажем, уже с симптомами занимается сексом двести партнерами, понятно, что это очень эффективный способ распространения вируса. За пределами этой группы, видимо, распространение будет более медленным. Если я просто человек, мужчина или женщина, ребенок, не входящий в группу MSM, должен ли я прямо сейчас какие-то подпринимать меры, защиты, чтобы не заразиться обезьянью оспой? Вообще ВОЗ оценивает риск распространения обезьянью оспы вне группы MSM сейчас как очень низкий. Ну, как раз потому, что вот обычно все-таки люди вне этой группы не имеют большого количества партнеров. Заражение, например, в детском садике можно теоретически предположить через зараженного ребенка или через зараженную белье. Например, мы точно не знаем, насколько эффективно может быть заражение через общие вещи, сколько вирус сохраняется и так далее. Но пока мы не видим выхода вируса за пределы MSM и никаких советов для людей не входящих в эту группу риска нет. Но, честно говоря, особо никаких советов и мер не предпринимается для того, чтобы остановить вирусы в группе MSM. Потому что рекомендация ВОЗ была недавно снизить количество половых партнеров. Ну, это понятно, что это абсолютно не рабочая рекомендация, потому что невозможно проконтролировать никак соблюдение этой меры. В некоторых странах некоторых контактных вакцинируют, ну, потому что в этом случае постконтактная вакцинация тоже может сработать, потому что довольно долгий инкубационный период. Хотя, опять же, мы точно не знаем. Судя по всему, течение немножко не такое, как мы наблюдали раньше. Но мера, которая позволила воздавить эту вспышку в самом начале, то именно вакцинация группы риска, то есть группы MSM и врачей, они не предпринимаются. Поэтому посмотрим. Пока обычным людям никаких рекомендаций для обычных людей нет, но это пока. Если вирус выйдет за пределы группы MSM, будем смотреть, что предложат организации, потому что не просматривается никаких явных в виде мер, которые, кроме вакцинации, которые могли бы сдержать распространение вируса, потому что, ну, нельзя же запретить людям там заниматься сексом или там браться за какие-то поверхности и так далее. Поэтому тут как раз, с одной стороны, хорошо, что он не как ковид и не распространяется респираторным путем. А с другой стороны, в случае таких вирусов довольно сложно какие-то эффективные массовые меры, кроме вакцинации, придумать. Когда вы говорите о вакцинации, вы имеете в виду обычные противооспенные вакцины, которые готовились на случай каких-то, как я понимаю, ведь оспы мы победили более-менее, то есть они готовились на случай каких-то террористических актов. Они вообще существуют в достаточном количестве или начали производиться в достаточном количестве, чтобы можно было хотя бы в группе риска ими прививать всех желающих? Да, речь идет о вакцинах, которые разрабатывались против натуральной оспы. Сначала были те вакцины, которые в компании по эрадикации использовались, потом они были доработаны, потому что те, в общем, уж более жесткие вакцины. Они есть, они есть в довольно большом количестве. Проблема в том, что они сейчас находятся в недоступной форме. Во-первых, они находятся в основном у военных, потому что, ну, собственно, военные их охранят на случай террористических атак. И они находятся in bulk. Термин, который означает, что такие большие стоки, не рассосованные для применения. И вот ВОЗ буквально на прошлой неделе, комментируя вопрос, а как быстро вообще вакцины могут поступить в гражданские обороны, они говорили, что потребуется несколько месяцев для того, чтобы вот эти вакцины, которые там доступны вот из этих стоков, потому что какие-то страны закупали эти вакцины, то есть они не 100% у военных, но даже то, что не у военных, находится вот в этой форме, которая требует распасовки по ампулам для того, чтобы это можно было использовать для вакцинации. То есть как бы ответа да и нет. У нас есть малое количество вакцин в доступной для вакцинации форме, очень маленькое, настолько маленькое, что даже вот только в некоторых странах некоторые контактные получают эту вакцинацию, но не вся группа риска. И глобально у нас есть большое количество вакцин, которые потребуют несколько месяцев для того, чтобы запустить прививочную кампанию. Об обезьяне Оспе я говорил с Ириной Якутенко. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго. Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова